Из книги Равина Мейра Каханы «Никогда больше» Гробовое молчание 13 мая 1939 года из Гамбургского порта вышел корабль. На его борту находилось 930 евреев, которые покидали страну, в которой родились и в которой были вынуждены оставить все, что у них было. Они без сожаления расставались с этой страной, прощались с прожитой там жизнью. В Германии наступили черные времена. Безумие Адольфа Гитлера достигло чудовищных масштабов. 6 лет правления нацистов принесли с собой террор, концентрационные лагеря, погромы и смерть. 930 евреев оставили позади кошмар, который еще вчера был их домом. Они были из тех последних евреев, кому посчастливилось живыми покинуть эту страну арийцев, прежде чем немецкие танки погрузили Европу во мрак. Во всем необъятном мире, среди всех его стран и народов, нашлось лишь одно государство, согласившееся предоставить убежище 930 отчаявшимся беженцам. У них были въездные визы на Кубу, и их сердца были переполнены благодарности правительству этой страны, единственной, которая готова была их принять. Евреи, как правило, бывают слишком поспешны в выражении своей благодарности тем, кто говорит, что готов им помочь. Еще до того, как корабль достиг берегов Кубы, правительство Гаваны объявило, что не позволит беженцам сойти на берег. Визы, как выяснилось, оказались недействительными. Корабль подошел к Гаванскому берегу и бросил якорь. В двух шагах от чудесного пляжа в Майами, где в это самое время другие американские евреи безмятежно плескались в волнах прибоя, а по вечерам ходили смотреть на собачьи бега. Корабль с беженцами стоял в двух шагах от благословенных мест, где другие евреи загорали, наслаждались знаменитой еврейской кухней и радовались жизни. Как близко от американской нирваны были эти 930 человек и как далеко они были от своего спасения. Драма разыгрывалась на глазах миллионов американцев. Кубинское правительство оставалось непреклонным. Волна антисемитизма прокатилась по губинским газетам и политическим кругам, и Гавана продолжала утверждать, что визы недействительны, что она уже принимала евреев. И вообще, как там поживает великий оплот демократии на севере, в Соединенные Штаты Америки? Может быть, там хотят принять несчастных беженцев? Это был неплохой вопрос. Он стал весьма актуален, когда окончательно выяснилось, что ни Куба, ни какая-либо другая страна не готовы принять еврейских беженцев из Германии. Дело стало неотложным, когда после многодневного бесплодного ожидания немецкий корабль поднял якорь, чтобы отправиться обратно в страну, которая когда-то была для этих людей домом, а сегодня стала порогом смерти. 930 евреев возвращались домой, в кавычках, к Гитлеру. Но что же делали в это время их американские братья и сестры? Какие грандиозные митинги и демонстрации они организовали? Как протестовали они, показывая всему миру, что евреи не могут оставаться равнодушными, когда почти тысячу их соплеменников плоть от их плоти кровь, от их крови загоняют в ад? Наверное, еврейские организации и их лидеры, которые спустя пару десятков лет будут с таким пылом бороться за гражданские права негров, вплоть до готовности нарушить законы, причем речь тогда будет идти не о лагерях смерти, но о праве негра сидеть в передней, белой, в кавычках, части автобуса в городе Бирмингем и о его праве пить содовую рядом с тем же фонтаном в городе Джексон, что и белый. Наверное, эти зелоты борьбы за свободу и гражданские права человека взбирались на баррикады ради своих еврейских братьев, которым угрожала смертельная опасность? Наверное, эти великие либералы и гуманисты, которые два десятка лет спустя будут демонстрировать героическую готовность к самопожертвованию в борьбе за отмену расовой сегрегации? Наверное, эти люди были готовы на любые жертвы, чтобы спасти своих братьев из когтей Гитлера? Увы, молчание было гробовым. Летопись тех лет не содержит упоминаний о каких-либо самоотверженных действиях людей, которые претендовали на звание еврейских лидеров и организаций, назначением которых была провозглашена защита еврейских интересов. Те, кто позже организовывали марши в защиту прав человека и готовы были поплатиться за это тюремным заключением, даже и не думали о том, например, чтобы приковать себя к ограде Белого дома и привлечь тем самым внимание к судьбе 930 евреев, которые символизировали судьбу миллионов их собратьев, стоявших на пороге уничтожения. Исключая действия Американского объединенного еврейского комитета по распределению фондов Джойнта, который не является членской организацией и был создан исключительно для оказания помощи беженцам, все усилия еврейского истеблишмента свелись к составлению вполне респектабельных петиций президенту Франклину Делано Рузвельту. Франклин Делано Рузвельт У американских евреев было две высших ценности Бог и Рузвельт даже не обязательно именно в таком порядке. Рузвельт, за которого евреи голосовали, Рузвельт, чью смерть евреи оплакивали, будто провожали близкого родственника. Франклин Рузвельт видел, как вдоль Атлантического побережья США 930 евреев отправляют обратно в пасть Гитлеру. Он мог открыть перед ними двери Америки, но не стал этого делать. Он мог спасти не только 930 евреев, но и 9300, и 930 тысяч евреев. Но ни Рузвельт, ни вожди других демократических стран, на чьих алтарях евреи служили с таким рвением, не пошевельнули и пальцем, чтобы спасти их. Суть политической теории относительности была ясна. Когда мир сталкивается с какой-либо проблемой, от евреев требуется помощь, ведь они такие гуманисты. Но когда евреи подвергаются преследованиям, гуманность здесь ни при чем, ведь это же чисто еврейская проблема. Рузвельт выслушал просьбу еврейских руководителей и с сожалением сообщил им, что ничего не сможет поделать. Ведь в конце концов в США действует система иммиграционных квот, и квота на иммиграцию из Германии уже исчерпана. Но вы можете расширить квоту за счет будущих лет, пробовали протестовать еврейские лидеры, пусть эти 930 человек въедут в страну, а квота будущего года или будущих 10 лет будет соответственно сокращена. Блистательный президент, за которого мы голосовали, несомненно найдет какое-нибудь решение. Но нет. Президент Соединенных Штатов ничего не мог поделать. Нарушение закона недопустимо. Франклин Деланор Рузвельт никогда не нарушал закон. И так он сочувствует и глубоко сожалеет, но сделать ничего не может. И поэтому, когда Сент-Луис, так назывался тот злосчастный корабль, подошел так близко к Майами, что беженцы на его борту могли видеть огни города, где их собратья и евреи весело проводили время, когда Сент-Луис печально проследовал вдоль американского побережья, сопровождаемый стражевыми кораблями береговой охраны Соединенных Штатов, которым был дан приказ предотвращать любые попытки со стороны беженцев покинуть борт Сент-Луиса, когда президент Соединенных Штатов, огорченный тем, что был вынужден отказаться от попытки спасти 930 евреев, отправился отдыхать, лидеры американского еврейства спокойно встретили спустившуюся ночь и тоже отправились по домам отдыхать. Не было шума, не было громких протестов, не было нарушения закона, не было ничего из того, что позже еврейские лидеры предпримут в разгар борьбы за гражданские права в Бирмингеме, Сельме и Джексоне, как воры в ночи, они скрылись, чтобы разойтись по домам, и когда эти американские евреи отправились по домам, то и тем 930 пришлось поступить так же. Отправляйтесь домой, 930 будущих ангелов, отправляйтесь к Гитлеру. За их спиной осталась потрясенная, пораженная, возмущенная община еврейских либералов. Кто осмелится сказать, что американские евреи не переживали за своих братьев и сестер? Нью-Йорк Таймс мог бы говорить от имени всех еврейских лидеров, организаций и широких масс, когда писал в одной из своих непогрешимых передовиц. Нам остается лишь уповать на то, что чьи-то сердца смягчатся, и где-нибудь найдется хоть какой-то приют для этих несчастных. Круиз Сент-Луиса вопиет к небесам о бесчеловечном отношении человека к человеку. А ведь и в самом деле передовица в Нью-Йорк Таймсе провоняла ложью вполне респектабельных людей, чьей единственной данью беженцам была надежда, что чьи-то сердца смягчатся и где-нибудь найдется хоть какой-то приют для этих несчастных. В умах редакторов Нью-Йорк Таймс и еврейских лидеров не возникло и мысли о том, что стоило бы предпринять какие-то действия, которые могли бы способствовать процессу смягчения сердец. Эти уважаемые джентльмены никогда даже и не думали о том, например, чтобы провести демонстрацию, с требованием справедливости для 930 их братьев и сестер. Так те 930 евреев исчезли в водовороте истории. Их убили немцы, но ни один из тех евреев, что молчали в то время, не может и сейчас спокойно спать. А потом наступила темнота. С ужасающей внезапностью разразилась война, которую все эти пацифисты, либералы и изоляционисты так старались избежать. Все те, кто в свое время прославляли мюнхенские соглашения, которые несут якобы мир, внезапно увидели то, что горстка поджигателей войны в кавычках, видела всегда. Невозможно избежать участи быть съеденным аллигатором, скармливая ему по очереди своих соседей. Мюнхенские соглашения сделали катастрофу неизбежной и свободному миру преподали еще один горький урок. Вторая мировая война началась со слепляющего немецкого Блицкрига. Нацистские танковые дивизии разрезали Польшу, как нож режет мягкое сливочное масло. Спустя короткое время немецкие самолеты разбомбили неспособную к сопротивлению Францию, чья линия Мажино наглядно показала всю несостоятельность тех, кто ее строил. И тогда мы, евреи, тоже кое-что поняли. Мы поняли, что Гитлер действительно собирается осуществлять свои намерения и уничтожить еврейский народ. Мы поняли, что те, кто предупреждал нас об этом, не были параноиками, как то утверждали наши лидеры. Внезапно стало ясно, что те еврейские экстремисты в кавычках, что избраздили польские, литовские, немецкие, чешские, венгерские города и местечки, крича нам «Евреи, проснитесь! Разгорается великий пожар!» Отнюдь не были сумасшедшими, как нам твердили наши специалисты. Мы вдруг ясно увидели, что еврейство восточной Европы стоит перед лицом полного истребления. Нашему разуму трудно было переварить эту мысль «Геноцид!» В двадцатом веке! Геноцид! Век демократии, прогресса и науки! Но невозможное начало осуществляться! И сколь велика была катастрофа, унесшая миллионы человеческих жизней, столь велико было крушение либеральных иллюзий! То, что было так трудно переварить нашему разуму, стало действительностью! То была жуткая пародия на наши мечты и молитвы! Со всех четырех сторон Европы евреи были собраны вместе, но не для избавления, а для тотального истребления! Слухи, в которые невозможно было поверить, столь невероятны они были, стали неопровержимыми фактами! Немцы убивали евреев Европы! Они убивали их миллионами! Они травили евреев в газовых камерах, сжигали их в печах, они истребляли их всех до одного, наших братьев и сестер! Мы знали об этом уже в конце 42-го, начале 43-го года! Руководители еврейских организаций знали об этом еще за два года до окончания войны! Об этом знали еврейские лидеры во всем мире! Вожди еврейских организаций в Америке знали, что это катастрофа, что европейское еврейство методически уничтожается день за днем! Но они молчали! их молчанию нет никакого оправдания! Более того, нашлись американские еврейские лидеры, которые утверждали, что никаких лагерей смерти нет или во всяком случае им об этом ничего не известно! С теми же самыми утверждениями выступал пропагандистский аппарат нацистов! И те, и другие лгали! Мы знали о том, что жители целых городов загоняли в лагеря смерти! Мы знали о полном истреблении евреев целых районов! У немцев не было милосердия ни к детям, ни к женщинам! Они наглядно продемонстрировали нам, что означают слова Торы «Для всех вас будет один закон!» Мы знали, что означают эти названия, Дахау, Требленка, Берген-Бельзен и Освенцим. Освенцим там ежедневно травили газом 12 тысяч евреев! При помощи своего высококачественного газа «Циклон-Б» немцы добились максимальной эффективности 12 тысяч человек каждый каждый день. В тот день, когда в Америке устраивалась еврейская свадьба, 12 тысяч евреев сгорали в Освенциме. В тот день, когда они устраивали дорогостоящие празднования бармицвы для совершеннолетия своих детей, трупы 12 тысяч их единоверцев сгорали в печах. Пока они мило проводили свой воскресный отпуск, 12 тысяч их братьев и сестер помогали решить проблему перенаселенности земного шара. Они знали обо всем этом. Уже в 42-м году они знали об ужасе, имя которому Освенцим. А ведь как те евреи взывали к нам. Из гитлеровского царства ужасов в свободный еврейский мир доходили письма и мольбы. Среди них выделяется написанное кровью сердца обращение святого раби Михаэля Дова Вайс Манделя из Словакии. Ему удалось переправить письмо еврейским лидерам Турции, Швейцарии и США, в котором он умолял их сотрясать миры, делать все, что в их силах, чтобы помочь их братьям в Европе. Нет времени, кричал он, делайте все, что только возможно, остановите всю свою работу, чтобы сделать хоть что-нибудь. Помните, что из-за вашего равнодушия ежедневно гибнет 12 тысяч душ. неужели все наши обращения значат для вас не больше, чем причитание нищего, стоящего у двери вашего дома? Не первый раз мы рассказываем вам о том, что происходит. Неужели вы верите нашим убийцам больше, чем нам? Пусть Всевышний откроет вам глаза, и пусть ваши сердца дадут вам силы спасти в эти оставшиеся часы тех, кого еще можно спасти? Раби Вайсмандель не получил ответа на свое письмо. Да и чем он был лучше других, кто вместе с ним умирал в лагерях смерти, они тоже взывали к нам и тоже не получили ответа. Вожди американского еврейства не смогут сказать «Мы не причастны к этому кровопролитию». А скольких можно было спасти? Евреев отправляли в Освенцим по железной дороге. Вагоны, битком набитые осужденными на смерть, катились вперед по железнодорожным рельсам. «Бомбите эти рельсы!» кричали нам евреи оттуда. «Бомбите мосты, через которые идут эти поезда!» «Бомбите лагеря смерти!» «Выводите из строя орудия уничтожения!» Чешские подпольщики переправили в свободный мир карты с указанием всех основных железнодорожных линий и лагерей уничтожения. Все, что оставалось сделать союзникам, чьи бомбардировщики ежедневно проникали вглубь оккупированных Германией территорий, это бомбить указанные объекты. Да, это можно было сделать. В письме президенту Всемирной Сионистской Организации Хайму Вейцману британский министр иностранных дел сообщил, что вопрос подвергся тщательному обсуждению, однако предложение не может быть «когда еврейские лидеры обратились к Франклину Рузвельту, все еще любимому президенту еврейских избирателей, с просьбой спасти их собратьев, он сочувственно кивнул и заявил, что это невозможно из-за технических трудностей». Технические трудности. Человек, чьи бомбардировщики могли достать любой точке земного шара и уничтожить любую цель, человек, чьи самолеты типа Б-17 без помех долетали до румынского города Плаэшти, не смог преодолеть технических трудностей в кавычках и разбомбить Освенцим. Предположим, что американский президент говорил правду. В нашей задачи не входит осуждать Рузвельта. Но те, кто сегодня верят Рузвельтам, Черчиллям, Ватиканам, это глупцы, которых история ничему не научила и которые обрекают нас на новые катастрофы. Главными преступниками, ответственными за катастрофу, были не Рузвельты. Что мы делали в те годы? Вот тот вопрос, который не должен давать покоя нашим окаменевшим душам. Когда Франклин Рузвельт дал отрицательный ответ своим еврейским избирателям, что они предприняли, что делали лидеры престижных еврейских организаций, которые возникли и существовали, чтобы защищать интересы евреев в то кошмарное из времен. Как они реагировали, узнав, что евреев Европы ждет смерть? Я знаком с еврейскими лидерами, которые отправились в Миссисипи, потому что их сердца горели желанием помочь своим согражданам в их борьбе за гражданские права. Я знаком с еврейскими лидерами, которые отправились в Джексон и сознательно нарушали там закон, потому что их переполняла боль за тех, кого притесняли в Южных Штатах. Я знаком с раввинами, которые отправились в Сельму и подверглись тюремному заключению ради того, чтобы негры имели равные возможности при приеме на работу и при поступлении в университеты и чтобы они могли пользоваться теми же плавательными бассейнами, что и белые. Я знаком с евреями, сидевшими в тюрьмах за то, что они боролись за права негров, пуэрториканцев, мексиканцев и индейцев. Они шли на демонстрации в защиту вьетнамцев, лаосцев, камбанджийцев, греков и южноафриканских зулусов. На этих демонстрациях им могли проломить головы и переломить руки и ноги. Я знаком с молодыми евреями, которые бросают в лицо родителям упреки типа «Ваше молчание убивает меня!» Их волнует все, что происходит в любом уголке мира. Их не волнует только то, что происходит с еврейским народом. «Я знаком с евреями, которые не могут спать по ночам, переживая все страдания человечества, но еврейские несчастья проходят мимо них». «Но я не слышал о существовании еврейских лидеров, чья боль об их замученных братьях оказалась бы столь сильной, что они готовы были бы нарушить закон с целью заставить мир прислушаться к стонам несчастных. Я не слышал о существовании еврейских лидеров, которые решили бы не дать миру пребывать в апатии, пока хоть одна еврейская жизнь находится в опасности. Я не слышал о существовании таких еврейских лидеров, которые, увидев, что все законные средства воздействия исчерпаны, а совесть требует от них продолжать борьбу. Решили бы приковать себя цепями к воротам Белого Дома, оказаться в тюрьме и тем самым заставить мир встрепенуться. Я не слышал раввинах, которые вспоминали тогда слова Торы «Не стой безучастным при виде крови ближнего твоего». Я не слышал, чтобы они призывали своих прикажан выйти на улицы и сидячей забастовкой протестовать против отказа США спасти их братьев. Представим себе, что произошло бы, если бы лидеры американских еврейских организаций и раввины со всех концов страны призвали евреев Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других больших городов провести сидячую забастовку. Представим себе, что евреи, мужчины и женщины, бизнесмены и рабочие, религиозные и нерелигиозные, левые и правые устраивают сидячую забастовку, выражая тем самым свой гнев и боль. Представим себе, что они вместе со своими уважаемыми лидерами и раввинами требуют бомбите железнодорожные линии и спасите наших братьев, иначе мы не сдвинемся с места. Нет сомнения, что бомбы были бы сброшены, железные дороги разрушены, а вагоны с их несчастными пассажирами остановлены. Только таким способом могли быть спасены сотни тысяч жизней, если не больше, это произошло бы, если бы мы выполнили свой еврейский долг, если бы мы вели себя так, как должны были себя вести, если бы еврейская масса и ее руководители не ползли, когда надо идти, и не плелись, когда нужно бежать. О чем мы говорим здесь? Мы говорим об Ахавад Исраэль, любви еврея к своим братьям евреям и об отсутствии этой любви. Мы говорим об основе еврейской жизни, о том, чего катастрофически не хватало в то страшное время. Ахавад Исраэль, любовь к еврейству. Евреи, где бы они ни жили, каких бы взглядов ни придерживались, какой бы цвет кожи ни имели и на каком бы языке ни говорили в данный момент, все евреи составляют одно целое, еврейский народ, Израиль, все евреи, братья и сестры, и братская любовь, вот что такое Ахавад Исраэль. Еврейские страдания в любой стране мира, это наши страдания, еврейская радость в любой стране мира, это наша радость, наш святой долг прийти на помощь любому еврею, если он нуждается в ней. Мы должны постоянно помнить о том, чему учили нас великие хасидские цадики, что евреи составляют единое целое, и мы обязаны любить каждого еврея, и должны быть готовы прийти ему на помощь в любую минуту. Но мы не пришли на помощь тогда, мы не сделали то, что обязаны были сделать, и что было в наших силах сделать. Вопрос, ужасный вопрос, невыносимо жестокий вопрос, который обязан терзать наши сердца и души и не давать нам минуты покоя. Почему? Почему мы молчали? Почему не сделали для себя того, что потом будем делать для других? Почему тогда не устраивали массовых демонстраций и не взбирались на баррикады? Где был тот еврейский лидер, который призвал бы нас к гражданскому неповиновению, чтобы попытаться спасти тех, кого собирались сжечь, расстрелять, удушить в газовых камерах, из чьих тел собирались варить мыло? Где был тот еврейский лидер, который обратился бы к пяти миллионам американских евреев, со словами наших мудрецов? В то время, когда евреи в беде и кто-то отделяется от своего народа, два ангела подходят и накладывают ему на голову руки, говоря, человек этот, отделившийся от общества, не разделит радости общества. еще говорят наши мудрецы, когда общество в беде, не должен человек говорить, пойду себе домой, буду есть и пить, и душа моя будет спокойна. Трактат Таанит, 11 Алиф. Нельзя сказать, чтобы американских евреев не волновало происходившее, оно волновало их. Нельзя сказать, что еврейские лидеры попросту не чувствовали еврейских страданий. Это было бы неверно, и не в этом была причина молчания. Миллионы евреев Европы отправляли в газовые камеры, и мы знали об этом. Мы знали об этом, но ограничивались ничтожными, бессмысленными, смехотворными, попытками что-либо предпринять, а это еще хуже, чем не делать ничего. Тот, кто ничего не делает, знает о своей вине, и есть надежда, что его совесть подтолкнет его на серьезные действия. Мы же уверяем себя, что не были безучастны, и душа наша спокойна, но шесть миллионов погибли, а мы не сделали того, что могли сделать. Почему? Найдутся люди, у которых этот вопрос вызовет раздражение. Зачем затрагивать такие болезненные темы? Что было, то было, и какой смысл возвращаться к этим страшным периодам еврейской истории? Но мы обязаны вернуться и найти ответ на этот вопрос. Из-за того, что мы не знали ответа тогда, погибли те шесть миллионов. Мы должны найти ответ, чтобы катастрофа не повторилась. Мы должны понять, почему наши руководители бездействовали тогда, потому что эти же люди руководят нами сегодня, выступают от нашего имени и говорят, что представляют наши интересы. Мы должны сделать вывод из этого урока истории, чтобы история не повторилась в худшем варианте. Мы обязаны изучать прошлое, чтобы оно не повторилось в будущем с евреями в Советском Союзе. Союзе.